Всем привет, друзья! С вами канал Сергей Келесин. И сегодня мы поговорим о том, что же сейчас с работой в Польше. Есть новости и хорошие, и не очень. Оставайтесь с нами, друзья! Сейчас в Польше так называемый низкий сезон, то есть работы очень мало. Заводы набрали уже рабочих, к новому году их даже набирали больше, чем надо. Например, на нашем заводе набрали на несколько человек больше, как говорится, про запас. И наложились две такие ситуации. Во-первых, это спад продукции, связанный с сезоном. После нового года всегда меньше заказов. И второй такой пункт – это пандемия. Две вот эти вещи наложились одна на одной, и получилось так, что набирать сейчас нет пока смысла. Мы с Лесей обратились в агентство, в те, которые трудоустроены мы, и нам написали вот такие ответы. С Сергеем, на жаль, зараз вакансии Немай. И агентство Леси ответило, он тоже такой вот ответ дало. Сейчас вакансий почти нет, начался низкий сезон. Наборов пока что временно нет. Ну что же, на этом плохие новости закончились. И это уже есть хорошая новость. Первая хорошая новость о том, что именно в Легнице почти большинство, скажем, больших магазинов работает. Мы проехались недавно по магазинам и видели, что несмотря на локдаун, можно купить и обувь, можно купить мебель, можно купить детские вещи, спортивные товары. То есть фактически все работает. Не работают отдельные магазины. Почему они не работают, я даже не знаю, почему их внесли в список закрытых. Открытые садики. И это очень хорошо, потому что это говорит о том, что усугубление карантина не намечается. Также дети идут в первые, третьи классы в школу, вернее уже пошли. Студенты пока еще остаются на удаленном обучении. И я думаю, им это нравится. Какие же перспективы на дальнейшее? Я уверен, что ужесточение карантина постепенно будет отменяться. И есть много хороших новостей, которые я вам сейчас расскажу. Во-первых, на собрании вчера нам сказали, что строительство нового завода Висман было немножечко приостановлено. Но сейчас это все возобновилось. И уже к 2024 году завод этот должен не то чтобы быть построен, а уже и работать. Также то, что низкий сезон зимой в Польше происходит всегда, мы знаем сами не понаслышке. Потому что когда мы приехали впервые два года назад в Польшу, мы тоже попали в этот низкий сезон. И ожидали почти 20 дней, пока не будет какая-либо вакансия. Но, к сожалению, вакансия оказалась на мясокомбинате. Очень хорошо, что люди потихонечку то ли приспособились к карантину, то ли он немножечко ослабевает. И мы почти перестали на самом деле его замечать. Ребята, работа обязательно будет. Польша очень тесно интегрирована с экономикой очень развитых европейских стран, в том числе с Германией. Здесь очень много заводов и американских, и немецких, и французских. И эта экономика не станет никогда. В Германии ужесточение по карантину намного жестче, чем в Польше. Но Польша не пошла на такие крайние меры. И здесь все намного мягче. Даже при объявлении локдауна. На заводах нет сейчас таких увольнений, которые были при начале вот этой пандемии. Когда просто мы не знали, будет ли завод работать или его закроют. На Висмане вообще об этом речи не идет. Мы слышали, что вроде бы Фауреция останавливается. Но непонятно почему. То есть, возможно, из-за вот этого самого низкого сезона. Напишите в комментариях, что вы об этом слышали. По остальным заводам тоже увольнений нет. Просто временно прекращен набор. В Леднице действительно очень много заводов. Есть целая такая стрефа. То есть, такая зона за городом, где расположены основные, практически все предприятия. Я вам сейчас расскажу о трех таких заводах немножко, на которые мы, собственно, вам рекомендуем, если будет вакансия, ехать на работу. Ну, первый – это завод, конечно, Висман, на котором работаем мы. Ну, какие здесь плюсы? Плюсы здесь в том, что он очень стабилен. Он не уволил ни одного человека за время пандемии. Здесь стабильная зарплата. То есть, ты знаешь всегда, что до 10-го числа, ну, иногда 10-го, ты получишь свои деньги. Ты получишь ровно столько, сколько проработал часов. Никаких задержек не будет. И даже нет речи о том, что не будет выплаты. Плюс в том, что здесь очень хорошее отношение начальства к подчиненным и очень хороший коллектив. Работа здесь, по сравнению с другими заводами, несложная. То есть, можно работать, и ты придешь домой, скажем так, не уставший. Тем более, работаем мы по 8 часов. Надгодын сейчас практически нет. Вот последний месяц очень часто были рабочие субботы. Но в чем плюс? Все по желанию. Если ты хочешь заработать больше, выходи. Не хочешь, ты отработал 8 часов, и ты свободен. Второй завод, про который, в принципе, я не слышал жалоб, это завод Лир. Он находится тоже недалеко от Висмана. И те люди, которые приходят даже на Висман с Лира к нам, ничего плохого про этот завод не говорят. Тем более, что на этот завод затрудняет агентство, то, в котором лично трудоустроен я. Так что, если даже нет работы на Висмане, то будет работа на заводе Лир. На заводе Лир делают детали для внутренней отделки автомобилей, а также сиденья. Так что, это нормальный завод, и мы, в принципе, можем его рекомендовать для вас. Еще один такой завод, который находится недалеко, это Фауреция. Ну, скажем так, есть две Фауреции. Фауреция 1 и Фауреция 2. И работа на этих двух заводах совершенно отличается. Ну, по слухам, Фауреция 1 вроде бы не славится хорошими условиями, поэтому мы не можем его рекомендовать вам, хотя, ну, сами понимаете, как попадешь. А вот Фауреция 2 говорят, что там намного легче, намного лучше условия, намного лучший коллектив. Там делают тоже детали для оснастки автомобилей, то есть, которые отправляются потом в различные страны. Ну, в какие-то страны отправляются, я, к сожалению, не знаю. Фауреция 2 мы тоже вам можем рекомендовать. Нас очень много людей спрашивают о работе, о вакансиях, можем ли мы с этим помочь как-то, то есть, помочь с работой, с переездом сюда, там, с тем, чтобы найти жилье. И мы скажем вам, да, мы все-таки поняли, что слишком много пишет нам людей, и мы не можем, ну, нет просто времени каждому отвечать и каждому объяснять один и тот же вопрос, то есть, писать вручную, тем более, что мы работаем. И мы решили сегодня создать группу, она будет называться LS Work. Работа в Польше, на которую мы оставим ссылочку, и вы можете подписаться на эту группу. В эту группу мы будем скидывать все вакансии, все варианты с жильем, с работой, также наши полезные видео. И здесь мы будем отвечать на все ваши вопросы. То есть, это будет такая группа, где мы фактически онлайн, каждый день будем с вами общаться и делиться новостями, потому что записывать видео о какой-то мелкой новости, либо о вакансии, вы сами понимаете, что нельзя. А в группе мы сможем обсуждать эти вопросы, тем более, вы сами сможете скидывать туда различные вакансии. Допустим, если вы знаете, что на вашем предприятии, допустим, есть какая-то хорошая работа, вы можете помочь нашим подписчикам, всем нам, то почему бы и нет, мы это не будем запрещать. Единственное, чтобы вакансия была, скажем так, актуальная и не обманывала ни в коем случае наших друзей. Ну, еще одна такая новость, что в Польше, в частности на нашем заводе, начали думать о вакцинации. То есть, я не знаю, будет ли эта вакцинация бесплатная, либо платная, принудительная, то есть обязательная, либо по желанию. Это еще ничего не известно, но я слышал такие слухи, что о вакцинации заговорили. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите, как вы думаете, нужна ли эта вакцинация? Может ли она представлять опасность для здоровья? И могут ли в этой вакцинации скрываться какие-то скрытые цели высшего правительства? Напишите, это очень интересно. Что вы вообще об этом думаете? Ну, что же хочется сказать? Если вы, конечно же, попали уже в Польшу, в такой вот, как называется, низкий сезон, то надо искать работу или найти что-то временное, перебиться и ждать, когда будут массовые наборы. Они, поверьте, скоро очень будут. Если вы находитесь в Украине, не расстраивайтесь. Как раз прекрасное время, чтобы подать на документы. Вы можете заказать приглашение в наших агентствах. Они это с удовольствием для вас сделают. И знайте, что для того, чтобы оформить визу, иногда нужно времени не менее двух месяцев. Я думаю, что за это время работа обязательно будет. Тем более об этом, только какая вакансия будет появляться, мы будем сразу писать в наших группах с телефонами, со всем, как можно и как можно на эту вакансию попасть, что для этого надо. Так что, друзья, спасибо за внимание. Какие хорошие и не очень новости были сегодня для вас о работе в Польше. Вы пишите комментарии, что вы думаете о этом сезоне, о вакцинации, вообще о пандемии. И стоит ли сейчас ехать в Польше. Пишите в комментариях. Давайте советы нам, давайте советы нашим подписчикам. И до скорых встреч. Пока-пока.